Здравствуйте! В эфире новости. С вами Алиса Акинфеева и сегодня главные темы. Непокоренный Ленинград. 79 лет назад город полностью освободили от фашистской блокады. Программа социальной газификации продолжается. В трех деревнях округа проводятся работы. Готовится к серьезному старту. Серпухович Никита Фирсов будет представлять Московскую область на первенстве России по лыжным гонкам. Протвино Пущино и Серпухов объединили в один городской округ Серпухов. Депутаты Московской областной думы приняли в трех чтениях закон, который вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. На заседании парламентариев присутствовал глава Сергей Никитенко. Решение об объединении муниципалитетов принято в целях их развития. Это отметил председатель Мособлдумы Игорь Бронцалов, добавляя, что Пущино и Протвино не потеряют статус наукоградов. Задача региональной власти – дальнейшее развитие и поддержки науки в Подмосковье. Статус наукограда сохраняется, и тут нет никаких предпосылок. Эти консультации тоже проведены на самом высоком уровне, и законодательство позволяет нам это сделать, и в законе это четко и ясно прописано. То, что касается выборов и местного самоуправления, и доступности власти, пожалуйста, в том числе и ваши предложения вчера от всех парламентских партий, учесть мнения, в том числе и по спискам. Каждый городской округ ныне, а дальше представители этих городов могут избираться и представлять интересы жителей. Накануне принятия решения в Серпухове и Протвиной Пущино проводились публичные слушания. Я принимал участие в публичных слушаниях. Я могу четко заявить, что были соблюдены все принципы выражения всех точек зрения. В зале присутствовали представители, как выступающие за объединение, так и выступающие против объединения, и те, кто сомневался в принятии своего решения и выражения своего мнения. Будет сформирована единая администрация с территориальными управлениями в Пущино и Протвино. Будет и единый представительный орган законодательной власти. Совет депутатов будет состоять из 30 человек. Это представители трех городов. При этом 10 депутатов будут избирать по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов. А 20 депутатов по четырем пятимандатным избирательным округам. Одним из важнейших вопросов предстоящего объединения городских округов является вопрос сохранения научного потенциала и статуса наукограда объединенным городским округом. Результатом общественных обсуждений и детального изучения данного вопроса сформировано единое мнение как местных властей, так и большинства жителей городских округов, в том числе представителей научного сектора и бизнес-сообществ, что объединение даст вновь образованному муниципальному образованию сильную и разностороннюю научно-производственную базу, значимый научный и промышленный потенциал, откроет возможность претендовать на звание самого большого по площади и численности населения муниципального образования со статусом наукоград Российской Федерации. Численность населения объединенного городского округа составит почти 240 тысяч человек, больше даже, чем у наукограда Королёв. Одной из первостепенных задач является увеличение и модернизация уже существующих мастерстей научно-производственного комплекса, а также организации предприятий, которые производят высокотехнологичную продукцию и внедряют собственные научные разработки. Объединение не только откроет нам новые возможности, но и позволит эффективно и более оперативно реализовывать намеченные проекты. У нового муниципалитета появится возможность выделять дополнительное финансирование на социальные объекты, на их техническую оснащенность. Речь идет как о средствах объединенного бюджета трех городов, так и путем софинансирования из регионального бюджета. Сегодня наша страна отмечает важную и памятную дату. 79 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Глава Серпухова Сергей Никитенко встретился с участниками страшных событий Великой Отечественной войны. 79 лет спустя Алексей Лемон рассказывает, когда фашисты захватили северную столицу, ему было всего 4 года. На глазах маленького мальчика от голода и холода умерли две сестры и бабушка. На фоне всех вот этих десятилетий мать, значит, с ужасом, со слезами вспоминала обстоятельства блокады. По рассказам матери, она несет суп из столовой, тут воздушная тревога, все берут, кто домой, кто в убежище. Она бежит, падает, разливает этот суп из тарелки или из миски какой-то. А поскольку это еда на весь следующий день, она начинает собирать эти макарончики обратно туда. По правде говоря, к этому нельзя привыкнуть. Нельзя привыкнуть, нельзя забыть. Вместе с мамой маленький Алеша был отправлен в эвакуацию и перекладными путями добрался до Таганрога. Серпухов из Ленинграда Алексей Лемон приехал в 1961 году. На Ротепе в должности ведущего инженера ОКБ и начальника конструкторской группы проработал более 40 лет. Трудился также в газете «Совет», участвовал в создании городского фотоклуба «Серпухов». И сегодня Алексей Алексеевич продолжает активную общественную деятельность, проводит свои выставки на базе Серпуховского историко-художественного музея. Сегодня получает поздравления с памятной датой от почетных гостей. Глава Серпухова Сергей Никитенко совместно с начальником окружного управления номер 17 Ириной Ермаковой вручает поздравительный адрес от губернатора Андрея Воробьева и подарки. День снятия блокады – это важно, это наша история. И мы стараемся не забывать, и стараемся наших детей воспитывать на этой исторической памяти. Мы это не должны забыть, эти ужасы Второй мировой войны. Эти самые страшные 872 дня блокады Ленинграда Валентина Райкова помнит до мелочей. Обстрелы, бомбежки фашистских самолетов. Тогда ей было 9 лет. Быстро очень кончилось питание, стали собирать траву. Ели, значит, лебеду, крапиву. Потом трава уже закончилась. Где-то поле было, там брюква росла. Ну, кое-где находили замерзшую брюкву. Это уже сентябрь, уже к октябрю туда. И снег закрылся, и все. И началась настоящая голодовка. Уже ничего, кроме хлеба этого пайки, больше ничего не было. Воды не было. Снег. Разгребешь, так растопим снег. Вот этот вот. И снег этот пили. А больше есть нечего. Валентина Николаевна рассказывает в голове, как вместе с мамой копала противотанковые рвы, искала доски, чтобы не замерзнуть и не умереть от холода. Дома не топится. Мебель всю спалили. Ну, ночью ходили, искали какую-нибудь доску или, значит, там какое-нибудь разрушенное здание оторвет. У нас один топор только был. Мама, топором. Я до сих пор слышу, как вот эти гвозди вещат, когда доски отламывают. Идешь в магазин за хлебом и смотришь около столбика. Кто-то присел и все, и замерз. Присел и замерз. Великая Отечественная война закончилась. Валентина Райкова выросла и поступила в Воронежский строительный институт. Работала инженером по приемке подземных сооружений в Хабаровске. Затем в войсковой части в Чехове. Вышла замуж и переехала к супругу в Серпухов. Сегодня Валентина Николаевна еще раз вспомнила, каким долгожданным был день снятия блокады Ленинграда. 125 граммов в день. В Серпухове прошла патриотическая акция «Блокадный хлеб». Мероприятие провели в образовательных учреждениях, а также возле молодежного центра «Патриот». На Сенной площади, на улице Чернышевского, в поселках Большевик и Пролетарский. Мы вспоминаем великий подвиг ленинградцев, их непоколебимую волю к победе, пример высокой нравственности, мужества и стойкости нашего народа. Возле молодежного центра «Патриот» сегодня звучали стихи, отрывки из писем о блокадном Ленинграде. Все 872 дня люди жили надеждой, вели дневники, как юная Таня Савичева. Строки из ее записной книжки до сих пор зачитывают на классных часах и патриотических мероприятиях. Почти вся семья девочки погибла в период блокады. Память погибших почтили минуты молчания. В период блокады жителям Ленинграда выдавали хлеб. 125 граммов на человека, 250 получали работающие люди. В патриотической викторине школьникам и студентам Серпухова напомнили все важные даты и имена героев. Участие также приняли военнослужащие Оболенской воинской части. За правильные ответы получали карточки. Именно по ним ленинградцам выдавали хлеб. Нам дали 125 грамм хлеба. Конечно же, это очень мало. Иногда такой кусок доставался на большую семью. И они должны были на нем прожить сутки. И действительно, это очень мало. Этот маленький кусочек хлеба был надежден на жизнь этих людей. И надо помнить, какие испытания они прошли. Важно. Потому что людям было на этот момент очень тяжело. Возле молодежного центра воспитанники Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» показали серпуховичам оружие времен Великой Отечественной войны. А также рассказали об истории каждого экспоната. Блокадники острее всего познали бесценность хлеба, который стал символом жизни, надежды и веры. Говорят, что у блокадного хлеба не было ни вкуса, ни запаха. Вокруг пекарен не распространялся такой хорошо знакомый нам аромат от свежей выпечки. Я его высушу и буду хранить. Немножко попробую и буду хранить. Для внуков. Я думаю, что старики и так, как идет дата, они это помнят. А молодежи нужно преподавать и в школе. Это очень нужно. Садика. Каждому кусочку, который сегодня раздавали серпуховичам, была прикреплена листовка. В ней указаны все основные факты того времени. В блокадном Ленинграде дети, несмотря на сильный мороз зимой, учились в школе. Но уроки у них были по 20 минут. Почему? Потому что они одетыми сидели, не отапливалось ничего, электричества не было. И у них даже замерзали чернила. Но при этом они все равно все хорошо учились. И вот сейчас вот такой хлеб вы отнесете домой своим родителям, вместе с ними их съедите. Давайте забираем хлебушек. Более 500 порций хлеба активисты раздали возле молодежного центра «Патриот», на Сенной площади, на улице Чернышевского, в поселках Большевик и Пролетарский. Его предоставил завод «Серпухов хлеб». А в нарезке и подготовке помогали студенты губернского колледжа. Мероприятия, посвященные Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошли во всех образовательных учреждениях Серпухова. Были организованы митинги, тематические классные часы и экскурсии. Наша съемочная группа побывала в школе номер 5. С минуты молчания начинается утро этого дня. Ученики школы номер 5 возлагают цветы к памятнику генерала-полковника Ивана Захаркина. В это время в школе идут классные часы. В рамках муниципальной акции «Непокоренный Ленинград» волонтеры рассказывают ученикам пятого класса о событиях, которые забрали миллионы жизней. Нам важно помнить историю нашей страны, потому что это является неотъемлемой частью. И, конечно же, нам бы хотелось рассказывать детям, чтобы они помнили, и это является для нас самым главным. Мы стараемся укреплять наши знания в истории. И, конечно же, нам очень приятно, что детям нравится, им интересно. После лекции детям показывают фильм о жизни города в те страшные дни. Старшеклассники подготовили стихотворение в рамках литературной гостиной «900 дней и ночей Ленинграда». Сверстники внимательно слушают, запоминают, представляют. Нам сёстры, если рядом не бомбило, по вечерам желали доброй ночи. Но с добрым утром здесь не говорят. Оно бывает редко, очень. Сегодня, мой сосед, ночи к нему позвали не врача, а санитаров. Теперь ты понимаешь, почему меня вторым укрыли одеялом. Многое об истории того периода можно узнать в Государственном мемориальном музее обороны и блокада Ленинграда, который находится в Санкт-Петербурге. Ребята отправляются на онлайн-экскурсию. А чтобы закрепить материал, необходимо ответить на вопросы. Ведь события Великой Отечественной – это память, пример мужества и отваги. Зима не помеха для газификации. В трёх деревнях округа сегодня проводятся работы по программе социальной газификации. В Липецах, Нижних Велими и Мещеринова. С какими трудностями сталкиваются газовщики из-за перепадов температур и как с ними справляются? В репортаже Маргарита Кирикович. В деревне Мещеринова завершающий этап газификации. Договоры заключены пока с 25 жителями. Трубы проложены по пяти улицам общей протяжённостью 3 километра. Работы завершены на 70%. Окончательный срок по СМР, по строительно-монтажным работам до 13 февраля. Получается сдача объекта самого до конца марта. Сделаны подводы к домам, к 19 домам подвели. Пока все работы проходят согласно графику. Хотя рельеф местности деревни, да и перепады температуры несколько усложняют работу. Оттепель, то что было, очень много воды. Получается прокапываем, оно начинает осыпаться. Рельеф местности тоже бывает, что подъёмы, перепады высот очень большие. И поэтому в некоторых местах приходится придумывать, как это сделать проще. Проблему решаем по мере поступлений. Самое проблемное – с сильным изгибом улица Нагорная. Здесь голубое топливо уже подведено, как и планировали, к 8 домам. В одном из них проживает староста деревни-старожил Сергей Крылов. Нас очень радует, что будет у нас газ. Не будем пользоваться дровами, не будем пользоваться никакими обогревателями. Будем жить как люди. Меньше будем платить за свет. Все у нас благоустроено будет. Люди будут рады. А после окончания работ подрядчики в деревне проведут благоустройство. И это уже весной. В конце года правительство внесло очередные изменения в программу социальной газификации. С 1 марта она станет бессрочной. Главам регионов рекомендовано обеспечить выплату субсидий гражданам на покупку газового оборудования и проведение газовой трубы в пределах земельного участка. Минимальная сумма должна составлять не меньше 100 тысяч рублей на одно домовладение. В числе получателей такой субсидии названы многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны боевых действий. Очередную партию гуманитарной помощи отправили сегодня в Серпуховичи для участников специальной военной операции. В две машины загрузили личные посылки и необходимые вещи. Это необходимые продукты питания, медикаменты, средства гигиены, техника, теплые вещи. Ну, все, что необходимо нашим бойцам. В сборе нам, конечно, как всегда помогают наши активные жители неравнодушные, наше бизнес-сообщество, общественная организация, за что мы им очень благодарны. Среди переданных вещей – спортивные костюмы для бойцов. Их принесли в местное отделение партии «Единая Россия» сотрудники предприятия «Рула». Партийцы скоординировали доставку. Совсем скоро теплые вещи будут отправлены в зону СВО. Сегодня наши предприятия решили, что участвуют в гуманитарной помощи. Мы узнали о том, что идет сбор гуманитарной помощи в партии «Единая Россия». Ну, и решили не оказаться в стороне, помочь нашим мобилизованным ребятам, передать им все, что мы можем. Вот мы собрали 100 штук костюмов, пошили наша организация, ну, чтобы ребята были в тепле. Отправка гуманитарной помощи в зону СВО для военнослужащих будет проводиться и далее. В Серпухове уже более 20 лет сохраняется спартакиадное движение. Лучшие спортивные команды, предприятия, организации и территориальных отделов наградили во дворце торжеств «Центральный». Отметили и личные достижения самых активных спортсменов. Любовь Усачева – капитан команды администрации городского округа. Она в числе награжденных. Любимый вид спорта – волейбол. В минувшем году команда администрации в этом виде состязаний стала лучшей. Волейбол – это спорт неконтактный, но очень командный. Это спорт, который заставляет тебя думать и думать именно тактически правильно. Мы выступали у всех видов, все 13. Где-то было успешно, где-то было менее. Мы стремимся, мы знаем, что мы можем, знаем, где потенциал можно развить, знаем, где, может быть, надо сбавить обороты и перестроиться на другую тактику. Для людей это отдушина, которая нужна в любое время, даже действительно самая непростая, которая есть сейчас. В 2022 году в Спартакеаде трудящихся участвовало 27 серпуховских команд. Соревновались они в трех группах по 13 видам спорта. 13 видов спорта – это, конечно же, игровые виды спорта, всеми любимые. Это мини-футбол, волейбол, это бильярд, это туристические фестивали, это турслот летний и турслот зимний, это соревнования по настольному теннису, по плаванию, по шахматам. И везде команду представляли своих лучших участников и боролись за победу. Зимние и летние турслеты – это изюминка Спартакеад. Здесь проявляется и командный дух, и выносливость, умение выживать в полевых условиях. Атмосферу состязаний дополняют конкурсы художественной самодеятельности. И в спорте, и в творчестве проявили себя с лучшей стороны и стали победителями во второй и в первой группе команды «Металист-Оптик» и «Металист». Славные спортивные традиции завода перешагнули рубеж веков и остались непоколебимы. У нас люди в основном старой закалки, и костяк команды – это спортсмены-ветераны, которых поддерживают вновь прибывшие спортсмены-молодежь, поддерживают начальники цехов и отделов своих подчиненных для выступлений на соревнованиях. Люди, понимая, что есть призовый фонд, стараются занять первые или какие-то вторые, третьи места. Среди территориальных отделов победу одержала команда «Большевик». Капитанов команд и лучших спортсменов наградили кубками и призами от администрации Серпухова. Поздравил спортсменов и почетный гражданин Серпухова, заслуженный тренер России Михаил Шульга. Серпухович Никита Фирсов показал лучший результат в лыжной гонке на 3 километра классическим стилем среди юношей 13-14 лет. Победа на областных соревнованиях дает юноше возможность выступить на первенстве России. С перспективным спортсменом и его наставниками общалась моя коллега Инна Шенина. На лыжи Никита встал в два года, совсем еще ребенком. Его мама – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, тренер, научила сына правильно скользить по лыжне, освоить коньковый ход и, главное, получать удовольствие от занятий спортом. Сейчас Никите 13. И среди его достижений уже есть победа на первенстве Московской области. Тренируется Фирсов вместе с ребятами из лыжной секции спортшколы Зубрёнок в спортивном комплексе «Красные крылья». Силовую подготовку подтягивает в специально оборудованном зале. Он тренируется абсолютно со всеми вместе, никакого индивидуального подхода практически нет. Работоспособность высокая, терпение высокое. Если у него где-то что-то болит, он не скажет. Он все равно будет бежать. В последние годы Московская область практически всегда выигрывает общий зачет. Вот первенство России, значит, ребята очень сильные. Соответственно, конкуренция у нас самая высокая. На первенстве области 3 километра классическим стилем Никита прошел за 8 минут 57 секунд. Ближайшего соперника обыграл на 7 секунд. По результатам последних выступлений юноша был отобран в сборную области. Теперь ему предстоит выступить на первенстве России в Сыктывкаре. Соревноваться придется с ребятами 15 и 16 лет. Никите только исполнится 14 в феврале этого года. Непросто. Но это отличная возможность попробовать свои силы и подтянуться за более сильными соперниками. Первый старт – это коньком 10 километров. Потом классикой 5 километров спринт коньком и эстафета коньком. Всё-таки я не думаю, что я буду прям очень близко, потому что ребята старше. Но надо стараться. В спортивной школе Зубрёнок достижениями Никиты гордятся. Готовы помогать в подготовке к состязаниям на первенстве России. Считают, что под руководством сильного тренера результаты не только у Никиты, но и других ребят не заставят себя ждать. Самое главное, что у них есть очень хороший лидер, тренер. Это Федорцева Марина Геннадьевна, которая сама показывала отличные результаты, когда выступала. Которая очень любит своё дело. И которая также, как она в своё время относилась к занятиям, так же воспитывает и своих ребят. Все запросы, которые у них возникают, в том числе и финансовые, в связи с увеличением поездок, обеспечением материальным, обмонтированием, инвентарём и так далее. Те запросы, которые поступают, мы стараемся, если не полностью, хотя бы частично удовлетворить. Первенство России среди юношей 15 и 16 лет пройдёт в Сыктывкаре с 14 по 20 февраля. Пожелаем нашему спортсмену успешных стартов. Студенты встретились на льду на катке в посёлке Большевик. В программе «Зачёт на льду» приняли участие первокурсники Серпуховского колледжа и ученики вечерней школы. «Три, два, один, поехали! Первые участники поддерживайте!» День студентов в нашей стране традиционно отмечается 25 января. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далёкое прошлое, традиции сохранились по сей день. Студенты всё так же отмечают праздник с размахом. «Наши дети вообще любят все активные мероприятия, которые проводятся на базе школы. Наших детей заставить пустить за партами немножко сложно, а вот насчёт того, чтобы выйти и принять участие в разных родах воспитательных, особенно в спортивных мероприятиях, мы только за, и они бегом-бегом. Приходилось даже некоторых назад отправлять». Каток посёлка Большевик стал местом проведения эстафеты. Организацию праздника для активных и спортивных студентов взял на себя молодёжный центр «Молодость». «Помимо прекрасного настроения, задора, мы им дарим подарки. К каждому участнику мы вручим подарок, победителям мы тоже вручим подарки, наборы, сладкие наборы и, соответственно, дипломы участия. Помимо этого, всех в конце ждёт праздничное чаепетие с разными сушками, сладостями и улыбками». В баталиях на льду приняли участие гвардейцы и стрелки. «Молодость» — это команды девятого и одиннадцатого класса вечерней школы. А силачи и богатыри представили Серпуховский колледж. Они на перегонке катались на ватрушках, участвовали в викторине, перетягивали канат, играли в хоккей. «Нас в команде три девчонки. Мы играем в первый раз, участвуем, надеюсь, мы победим. У нас всё будет замечательно, наши команды будут дружны, и мы получим хорошее настроение». «Мне это очень нравится, потому что это как-никак за этот настрой такой, ну, дальше учиться продолжать, чтобы попадать на такие занятия. То, что, ну, можно привести себя в них, найти что-то общее, найти новых знакомых, да и вообще, ну, привести хорошо время». «Ощущения настроя очень великолепные, потому что новые друзья, ребята, общения очень много, очень позитивные ребята». День студента запомнится молодым людям надолго, ведь помимо активного и весёлого времяпровождения, они ещё получат пятёрки по физкультуре. Олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батаргазиев 4 февраля в Серпухове проведёт первый бой в 2023 году. Соперником титулованного российского спортсмена по десятираундовому поединку в лёгком весе станет бывший чемпион WBA панамец Изриэль Коралес. Бой состоится во дворце спорта «Надежда» и пройдёт в рамках третьего всероссийского боксёрского форума. Вечер профессионального бокса в Серпухове начнётся 4 февраля в 22.00. Для его посещения обязательно бесплатная регистрация. Турнир будет показан и в прямом эфире на Первом канале. На сегодня это всё. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. Хороших выходных вам! Далее прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» — это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!